Открепительные талоны больше не нужны. Выбрать удобный избирательный участок теперь можно на портале госуслуг или подав заявление в любой офис МФЦ. Сделать это необходимо в промежуток от 45 до 5 дней до выборов. Любой избиратель и каждый из нас здесь присутствующий может голосовать по любому абсолютно удобному месту в Российской Федерации. И мне кажется, вот эта отмена досрочного голосования по открепительным удостоверениям, голосование по месту нахождения – это действительно прорывная технология. Компания по выбору президента стартовала сегодня по всей России. Только в Ростовской области 18 марта будут работать более 2,5 тысяч избирательных участков. Для привлечения молодой аудитории в регионе уже запланировали различные акции, среди которых тематические квесты. Где бы мы хотели объединить и некую историю избирательного права Ростовской области, некую историю мотивационную часть именно президентских выборов и, естественно, конкурс, который бы поднял мотивацию избирателей именно молодых. О своем желании участвовать в выборах уже заявили более 20 кандидатов. Окончательный список выдвиженцев станет известен к 31 января. Для участия в выборах самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей, а кандидатам от непарламентских партий – по 100 тысяч. Напомним, сбор подписей должен быть пропорциональным от каждого региона России. От пронизывающего холода сводят руки и ноги. Так, две недели бастовали обманутые дольщики дома на первой баррикадной 24. Свои квартиры некоторые из них ждут с 2004 года. Именно тогда начался первый этап строительства, который длился 10 лет. Надежда на долгожданное получение жилья появилась в 2014-м, когда дали старт второму этапу стройки. Но мечты заселиться в собственные квартиры так и остались только мечтами. Самое ужасное то, что привлечение людей ко второй очереди строительства шло под эгидой того, что является гарантом окончания строительства губернатор нашего города, губернатор нашей области. Люди, естественно, пошли на то, чтобы купить квартиры в этом доме, но в итоге стройка прекратилась в феврале 2016 года и больше не велась. 18-этажный дом должен был выглядеть так. Предлагались даже варианты дизайна квартир. Подземная парковка, детская и спортивная площадки во дворе – все для максимального комфорта домовладельцев. Но о нем говорить и не пришлось. Банкротство застройщика ООО «Стройспектр», агентом которого выступала Ростовская региональная ипотечная корпорация, разрушило все планы жильцов. Лидия Севастьянова квартиру здесь купила для матери еще в 2007 году. Но мамы нет. Мама уже умерла. Она не дождалась этой квартиры. Сейчас эта квартира принадлежит… Мне по наследству я ее получила в свое время. Мы платили 29 тысяч за квадратный метр. То есть квартира однокомнатная выходила в полтора миллиона. Деньги немалые. Для меня это огромнейшие деньги. Долг за однушку Лидия Яковлевна отдала лишь в прошлом году. А квартиру подарила сыну, в которой теперь будет слишком тесно. Появились дети. Своими историями готовы поделиться еще 264 семьи этого дома и больше полутора тысяч обманутых дольщиков области. В настоящее время на стадии строительства находится 620 многоквартирных домов. Из них 67 отнесены к категории долгостроев и учтены как проблемные в дорожной карте, утвержденные губернатором региона. В октябре этого года Донское Заксобрание внесло поправки в областной закон о мерах поддержки пострадавших дольщиков. Теперь вместо реестра проблемных объектов – реестр физических лиц. Что касается субсидий на подключение проблемных домов к инженерным сетям, ее будут выплачивать авансом. Но такой механизм поддержки инвесторов, по словам представителей областной прокуратуры, пока не работает. Не разработан порядок предоставления субсидий инвестору на возмещение затрат по подключению проблемных объектов к сетям. И самое главное, в области нет документа, определяющего механизм привлечения инвестиций для достраивания домов. Порядок применения данного вида поддержки не прозрачен. Надежду обманутые дольщики все же не теряют. Свои права будут отстаивать до победного. Будем выходить и устраивать такие акции. Все, что разрешено законом, мы все будем делать и будем стараться для того, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. Жать наших товарищей в голодовке. Поэтому мы подумаем, возможно, мы тоже устроим такую же акцию. Донские МФЦ отмечают свой юбилей. Для Ростовской области это знаковое событие. Именно здесь 10 лет назад зародились первые в России многофункциональные центры или система единого окна. На Дону таких пунктов около 250 – от муниципальных до федеральных. Сегодня ими пользуется 97% жителей региона. Донские центры и их сотрудники по праву считаются одними из лучших в России. Донские МФЦ ежегодно реализуют проекты, которые получают статус лучших в России. В 2015 году таким проектом стала система управления кадрами в МФЦ. В 2016 – система непрерывного обучения работников многофункциональных центров. В нынешнем году Ростовская область реализует еще два новых проекта. Один из них – уголок избирателя выборы президента Российской Федерации – демонстрирует информацию о предвыборной кампании кандидатов и адресах избирательных участков. Другой проект – МФЦ «Визитная карточка муниципального образования» будет знакомить жителей и гостей региона с его главными достопримечательностями. Одной из пилотных площадок этого нововведения стал МФЦ Мясниковского района. Разработаны туристические маршруты, пройдя по которым можно ознакомиться с достопримечательностями, с историей и памятниками культуры района. Заключено соглашение с отделом культуры администрации Мясниковского района для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе сбора информации и информирования заявителя о достопримечательностях. Однако есть в Донской системе МФЦ и ряд недостатков. Во многих центрах не хватает транспорта. Также имеет место быть и износ оборудования, который, по словам руководителя новочеркасского МФЦ, зачастую и является причиной огромных очередей. Но особенно сотрудников этой сферы сейчас волнует вопрос заработной платы. Они говорят, Надежда Витальевна, до слез жалко расставаться с вашим коллективом, работа интересная, но за 15 тысяч, а во многих МФЦ она и гораздо ниже, я работать не могу, мне нужно кормить детей. Этой проблемой занимаются на федеральном уровне. Но чтобы не терять времени в ожидании решения, Василий Голубев уже поручил своим подчиненным разработать ряд предложений по повышению оклада работников МФЦ. Как это будет происходить, дайте возможность специалисту, они лучше меня понимают, как это делать. Но я знаю точно совершенно, что мы должны начать движение в эту сторону. И я обещаю, что мы это сделаем. Начнем. С нового года губернатор займется и вопросом обновления оборудования и транспорта многофункциональных центров. По его подсчетам на это уйдет около 70 миллионов рублей. Окончанием конференции стало награждение лучших работников сферы памятными знаками и благодарственными письмами. В Донской столице установили памятный знак экипажу космического корабля «Союз-11». В далеком 71-м команда космонавтов трагически погибла при посадке. Причиной стала разгерметизация спускаемого аппарата. Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев – эти имена вошли в историю. В честь российских астронавтов названы улицы Ростова. Теперь на их пересечении появился и памятный мемориал. Самое главное здесь, что вот эта инициатива, можно сказать, инициатива народная, самое главное, у нас многие инициативы не доводятся до конца. Вот это доведено, как бы им трудно не было, когда они взяли обязательства, сказали, но вот они сделали то, что хотели. На этом месте была несанкционированная торговля. Нелегальные ларьки снесли, а преобразить эту территорию вызвались донские предприниматели. Вложили сюда больше миллиона рублей. Этот объект символический, он несет смысл, если вы обратите внимание, вот на задней стенке этого объекта есть мальчик, который запускает самолет. И когда этот самолет приземляется, это вот надежды, будущее бумажного самолета, легкого, воздушного и так далее. Такой символичный памятный объект у ростовчан вызвал противоречивую реакцию. Инициативу меценатов горожане полностью поддерживают, но вот исполнение скульптурной композиции считают не самым удачным. Молодежь попросту видит в ней логотип популярного мессенджера Телеграм. А вот старшее поколение отмечает другие недостатки. Ну немножко слабовата вот эта часть, где летчики, эти космонавты. Вот прям для города это бы можно было немножко побольше. Но вообще молодцы, хотя не ларек никакой не построили, а сделали именно для города, для людей. И все же мемориал у жителей Ворошиловского, или как его по-другому называют, космического района, рады. И это не единственный проект, который реализуют с помощью донских предпринимателей. Уже в апреле будущего года, в преддверии 32-й годовщины атомной катастрофы, на бульваре Комарова закончит благоустройство территории рядом с памятником жертвам чернобыльской аварии. Донской центр выдачи паспорта болельщика начал свою работу. Сегодня такие же открылись в Самаре и Нижнем Новгороде. Получить фан-айди жители Ростовской области могут на втором этаже бизнес-центра «Порт Пяти морей». Такую систему идентификации болельщиков уже удачно протестировали во время Кубка Конфедераций. Теперь она будет действовать и на чемпионате мира в 2018 году. Наличие удостоверения дает поклонникам футбола ряд преимуществ. Дает возможность безвизового въезда в нашу страну болельщикам на время проведения чемпионата мира по футболу. Ну и позволяет, естественно, идентифицировать болельщиков. Кроме того, паспорт болельщика позволит бесплатно передвигаться на поездах и городских автобусах во время Мундиаля. Однако получить его могут лишь те, кто уже купил билет хотя бы на один матч чемпионата мира. После этого болельщикам необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно двумя способами – на сайте фан-айди или непосредственно в центре выдачи паспортов. После того, как заявочка у нас принята либо на сайте, либо у нас в центре, она одобряется в течение 72 часов, может одобряться и раньше. Вы приходите опять же в центр, подходите к окошечку оформления и получаете ваш паспорт. Регистрация занимает в течение пяти минут, оформление и выдача паспорта – в течение двух минут. Обслуживают здесь действительно быстро. Пункт выдачи состоит из трех зон и трех десятков стоек. Меньше чем за час после открытия паспорт болельщика выдали более 30 футбольным фанатам. Есть среди них даже маленькие дети. Одним из первых фан-айди получил Алексей Белоусов. Я зарегистрировался на сайте, всю процедуру прошел. Здесь пришел, только получил. Пойду пока только на один – Уругвай и Саудовская Аравия. Работать этот центр будет до конца чемпионата мира. Получить паспорт болельщика можно со вторника по воскресенье с 11 утра до 8 вечера. Жители области могут воспользоваться доставкой по почте. Донские спасатели проверяют готовность к чрезвычайным ситуациям в зимний период. Пока природа беды не предвещает, но специалисты к непредсказуемости погоды привыкли. На этих учениях снежные заносы мифические, а вот ликвидируют их последствия спасатели по-настоящему. По первой легенде, помогают пострадавшим в ДТП. Вытащить их из покореженного автомобиля удается только с помощью спецтехники. Областные спасатели и Федеральная пожарная служба здесь только помощники. Основную работу предоставили муниципальным спасателям. Сегодня это довольно серьезная уже сила. Муниципальные спасательные подразделения все аттестованы, оснащены, как вы видели, довольно уже современной техникой и оборудованием. Поэтому в этих учениях, как вы заметили, основную роль играют муниципальные спасатели. Эвакуировать попавших в снежный затор людей – первая задача спасателей. В таком подвижном пункте питания и обогрева можно перевезти одновременно до 50 человек. Пострадавших отправляют в пункты стационарные, где они при необходимости смогут даже переночевать. В экстремальной ситуации эти палатки разворачивают на трассе в течение полутора часов. В то же время специалисты расчищают дороги и эвакуируют технику. Для этого есть специальные автомобили повышенной проходимости. Сегодня занятия показные. На практике все отработали еще в 2014-м, когда на этой же трассе образовались серьезные снежные заносы. Чаще всего это начинается в такие периоды, когда межсезонье, то есть резко наступает зима. Водители еще не подготовлены, то ли на летней резине легковые, большие грузы без цепей. Поэтому вот это самое начинается межсезонье и мы всегда готовы. Также свои действия в чрезвычайной ситуации отработали службы газа и водоснабжения. В Неклиновском районе готовность всех специалистов к возможным природным катаклизмам оценил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. В целом сегодня мы оцениваем готовность на хорошем уровне, но естественно главным экзаменатором всех наших действий будет жизнь. Как мы реально сработаем, такая и будет оценка. Подобные учения провели еще в пяти районах области. Итоги обсудили в режиме видеоконференции. Масштабная новогодняя ярмарка начала свою работу в Донской столице. Волшебство и новогодняя сказка поселились в выставочном центре на пять дней. Особую сказочную атмосферу создают герои. Здесь выбирают главного Деда Мороза и Снегурочку. Самой маленькой участнице семь лет, а самому взрослому пятьдесят пять. Поем песни, пляшем, танцуем, говорим новогодние пожелания. Мне кажется, нужно просто любить детей, любить взрослых, любить вообще весь этот мир. Потому что если в глазах не будет искринок, то тогда ничего не получится. А пока в одной части зала выбирают лучшего Деда Мороза и Снегурочку, на другой проходит выставка-ярмарка. Сотни товаров, подарки и сувениры. Здесь есть все, чтобы подготовиться к новогоднему марафону праздников. Главный символ наступающего года – собака, представлена в разных техниках. От стекла до вязаных игрушек ручной работы. Сейчас пользуются спросом авторские подарки, потому что хочется что-то индивидуальное, чтобы чувствовалась работа, приятно было взять в руки. И потом энергетика автора переходит в изделие, даже это не изделие, а уже получается как мини-произведение искусства. Что касается сладостей, то тут тоже настоящие шедевры. Имбирные пряники – как украшение стола или елки. Кондитер Ольга занимается пряничным мастерством около трех лет. Отмечает, наблюдается высокий спрос на это лакомство. Дарить ароматные и красивые пряники стало модно. В моем понимании, Новый год без имбирных пряников – это просто не бывает такого праздника. Запах имбирных пряников – это дополнение к Новому году. Современных детей – это больше ассоциация с праздником, чем может быть у нашего поколения. Потому что у нас ассоциация идет с мандаринами. Сегодня это прянички. Больше всех Новый год ждут дети. Почувствовать приближение волшебства и еще раз озвучить свое желание они могут в резиденции Деда Мороза. У входа их встречает Снегурочка, а то, о чем малыши говорят с дедушкой, остается в тайне и не выходит за пределы ледяного замка. Также организаторы уделяют внимание благотворительности и дарят заботу тем, кто ее больше всего ждет. Совместно с благотворительным фондом «Русфонд» проходит специальная акция. Все собранные средства от продажи новогодних сувениров и специальной экспозиции пойдут на лечение тяжелобольного ребенка. Отметим, посетить выставку может каждый желающий до 25 декабря. Вход свободный.